Сейчас все девушки мечтают о другой жизни. Им нравится проводить время в спа-салонах, отдыхать на курортах, развлекаться и ничего не делать. Нет, папа, мне такая не подойдет. Я мечтаю встретить такую девушку, как наша мама, красивую, добрую и верную, чтобы она пошла за мной куда угодно, вот как мама за тобой, сюда в деревню. И вообще, разве тут плохо? Я просто обожаю наши семейные ужины, на свежем воздухе. Это же так здорово. Сынок, улыбался Никита. А может, тебе все-таки следует подумать о городе, получить хорошую профессию и все такое. Ты не забыл, что совсем скоро тебе идти в армию. Помню, папа. Да ты не переживай, я отслужу быстро и вернусь. Соскучиться не успеете. Успеем, вздыхала присутствующая при таких разговорах Татьяна. И я, и папа, и твой Альф. Сынок, а может быть попробовать как-нибудь обойтись без этого. Все-таки у нас остались связи. Конечно можно, мама, обнимал ее Артем. Только я после этого сам себя уважать не буду. Ты этого хочешь? Оставь его, Танюша, качал головой Никита Андреевич. Ты ведь знаешь нашего сына. Если ему что-то в голову попало, уже ничем оттуда не выбить. В кого только он такой упрямый. Действительно, грустно вздыхала Татьяна с легким упреком, глядя на мужа. Вы же друг в друге, как в зеркале отражаетесь, и по внешности одинаковые, и по характеру. Да, и я горжусь этим, улыбался отец, клопая сына по плечу. Но очень скоро ему пришлось по-настоящему столкнуться с характером Артема, и дома едва не разгорелась настоящая война. Однажды Артем пришел домой и заявил, что хочет жениться. С ума сошел, сплеснула руками Татьяна. Отец, нет, ты послушай, что он выдумал. В самом деле, Артем, что за шутки? Нахмурился Никита Андреевич. Я вовсе не собираюсь шутить, папа. Взгляд Артема был серьезным, и родители смутились, поняв, что он и в самом деле говорит всерьез. Ну и кто твоя счастливая избранница? Насмешливо поинтересовался Никита Андреевич. Насколько я помню, ты ни с кем не встречался, все вечера проводил дома. Неужели нашел любовь по интернету? Нет, папа, я подобрал ее на свалке. Вполне серьезно проговорил Артем. Помнишь, три дня назад ты просил меня вывезти мусор? Я сделал, как ты просил, и там нашел девушку. Ее зовут Ирина. Сынок, дорогой, я ничего не понимаю, развела руками Татьяна. Ты что, в самом деле хочешь жениться на какой-то бомжихе? Что это Ирина делала на свалке? Мама, ты не поверишь, она там живет уже две недели, в старом деревянном вагончике, который кто-то выбросил. Сколько ей лет? Спросил Никита Андреевич. Она моя ровесница, и я старше ее всего на несколько часов. Удивительно, правда, оказалось, что мы родились в один день. Удивительно, не это воскликнула Татьяна. Меня удивляет то безрассудство, на которое ты решился. Ты что, в самом деле хочешь привезти сюда эту нищенку? Артем, одумайся. У нее наверняка где-то есть семья, и если она не хочет жить с ними, а может быть они не хотят жить с ней, на это есть серьезные причины. Ты узнавал, почему она бездомная? Да, мама, узнавал. Ира была совсем маленькой, когда умер ее отец. Мать снова вышла замуж и прожила с новым мужем почти семь лет. Он плохой человек и относился к Ире и ее маме отвратительно. Они были для него обыкновенной рабочей силой, бесплатной прислугой. Ирине едва исполнилось 14, когда не стала ее мама. С тех самых пор Ира росла с отчимом и мачехой, которую он сразу же привел в дом. Кстати, Иру они из дома выгнали. Она жила в теплом сарае, где отчим оборудовал ей малюсенькую комнатку. Ира ухаживала за скотиной и птицей, работала в огороде, вообще выполняла всю грязную работу по дому. За это они кормили ее, иногда покупали кое-что из одежды. Но в основном она носила только то, что давали соседи, те бывало приносили ей обноски от своих детей. «Слушай, все это просто не может быть правдой», отмахнулся Никита Андреевич. «На дворе 21 век и крепостное право давным-давно отменили. Если твоя Ира терпела такое отношение к себе и никуда не жаловалась, значит она просто глупая и говорить больше об этом не стоит. Ты со дня на день можешь получить повестку, так что ни о какой свадьбе речи быть не может. Папа, я не собираюсь устраивать какие-то особенные гуляния. Мы с Ирой просто распишемся и она будет жить здесь. Нет, не будет, по крайней мере, в качестве твоей жены. Если хочешь, мы разрешим ей пожить здесь у нас, но просто как квартирантки. Ты отслужишь, вернешься домой и если твое мнение не поменяется, мы дадим согласие на ваш брак. Папа, мне не нужно ваше согласие, я уже решил и сделаю по-своему. Этот дом принадлежит не только вам, но и мне, и Ирина сюда войдет моей женой. Нет, не войдет. Никита Андреевич силой ударил кулаком по столу. Пока здесь я хозяин и будет все так, как я скажу. Артем молча поднялся, подошел к отцу и посмотрел ему прямо в глаза. Татьяна ахнула, увидев перед собой не мужа и сына, а двух взрослых мужчин, готовых к противостоянию друг с другом. Прекратите сейчас же, потребовала она, становясь между ними. Артем, Никита, зубы Никита Андреевич. Я тоже. В тон ему ответил Артем. И если вам не нравится мой выбор, можете с этим только смириться. Иначе, вместо того, чтобы обрести дочь, вы потеряете сына. В комнате была настолько напряженная обстановка, что все трое не заметили, как в дверях появилась худенькая девичья фигурка. Только когда она заговорила, все повернулись к ней, удивленные присутствием неожиданной гости. Артем, не надо так разговаривать с родителями, попросила Ирина. Они ведь меня совсем не знают, и их страхи вполне понятны. Спасибо тебе за добрые отношения ко мне, но мы больше встречаться не можем. Мама, папа, познакомьтесь, это и есть та самая Ира, о которой я вам говорил. Ошеломленные родители смотрели на девушку и не произносили ни слова. Тогда Артем подошел к ней и взял ее за руку. Пойдем, Ириша, раз уж нам с тобой здесь не рады, мы найдем место, где будем жить. Он направился к порогу, но Татьяна бросилась к нему. Сынок, не надо, не говори так. Я не хочу, чтобы ты уходил, чтобы вы уходили. Отчаявшаяся женщина посмотрела на мужа. Никита, ну что же ты, пусть делает, что хочет, махнул рукой Никита Андреевич. В конце концов, это и в самом деле его жизнь. Вскоре Никита и Ирина расписались. Никакой свадьбы не было, Татьяна просто накрыла праздничный стол и они отметили это событие в кругу семьи. А еще через несколько дней Артема забрали в армию, Ира осталась в доме Никиты и Татьяны дожидаться возвращения мужа. Татьяна пыталась хоть как-то мириться с присутствием невестки. Впрочем, это было совсем не сложно. Тихая, спокойная, трудолюбивая Ира хваталась за любую работу. Она умела делать все, только, как сама призналась, не научилась готовить. Меня никогда не пускали на кухню, говорила она Татьяне. Я все больше по хозяйству работала, а когда мама была живая, я была еще слишком маленькая, чтобы стоять у плиты. Это ничего, я тебя научу, если хочешь, примирительно отвечала Татьяна. Очень хочу, радовалась Ирина. Когда Татьяна оставалась наедине с мужем, она рассказывала ему, не скрывая своего удивления. «Знаешь, а мне эта девочка нравится. Она такая добрая и заботливая, и буквально все умеет делать. Ее даже просить не надо, она сама все видит. Я не успеваю подумать, что нужно подмести пол или вымыть посуду, а она уже делает это». «Да я вижу», — отвечал Никита. А меня поразило то, что Альф так легко признал ее. «Ты ведь знаешь, он никого к себе не подпускает, кроме Артема, а к Ирине ластится, как будто это она его хозяйка. А знаешь, что я тебе еще скажу», — доверительно прошептала мужу Татьяна. «Я тут недавно увидела, с каким аппетитом Ира ест соленые помидоры и спросила у нее, не ждет ли она ребенка. Она так улыбнулась и призналась мне, что у нее с Артемом ничего не было. Представляешь, они не спали вместе, но точнее между ними ничего не происходило». Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.